Приветствую, друзья! Вы на канале WP Livers, где мы говорим о WordPress с любовью и на понятном языке. И в этом видео я покажу вам, что появилось в Elementor в обновлении 1.8, а именно встроенное редактирование текста и расширенные возможности добавления стилей CSS. Поехали! Ну что, Elementor обновился до версии 1.8. Напоминаю, что это бесплатный Elementor обновился до версии 1.8. И появилась вот какая функция. Теперь можно редактировать текст так называемым встроенным способом, то есть редактирование, редактор встроен в сам редактор Elementor, в само окно редактора Elementor. Каламбур такой получается, тем не менее. Теперь мы можем редактировать тексты прям вот так, прям на лету, не прибегая к написанию текстов вот здесь. Здесь, конечно, тоже редактор останется, но можно теперь отредактировать тексты вот тут. Просто берем и печатаем, и он автоматически, как вы могли увидеть, добавляется вот сюда. Помимо этого, есть еще и дополнительные функции. Для заголовков появляется вот такое вот дополнительное меню, и можно выбрать жирный, сделать шрифт, можно подчеркнутый, можно с наклоном. Вот подчеркивание уберем, и жирный тоже уберем. Вот так. То есть дополнительные настройки. Для виджета текстовый редактор возможности немного больше. Давайте посмотрим, какие это возможности. Выделяем текст и смотрим. Аналогичные возможности по стилю шрифта, но еще можно добавить ссылку. Вот сюда вставляем ссылку, и у вас появляется, собственно, ссылка. И есть дополнительные опции по типу текста. Давайте напишем, например, это заголовок. Выделим его, нажмем вот сюда, и поставим H2, например. Все это у нас заголовок второго уровня получился. Если мы H1 поставим, то, соответственно, заголовок первого уровня будет, но заголовок первого уровня должен быть один на странице, и он у нас вот этот уже. Как вы видите, можно легко управлять заголовками. Вот эта кнопочка обрамляет текст в теге параграфа. Сейчас страшно сказал, но, в общем, это параграф. Вот эта штучка, это у нас цитата. Вот так выглядит цитата. И это код. Допустим, если вам нужно написать какой-то код, HTML-код, например, вы выделяете какой-то кусок кода, который нужно сделать кодом, написать кодом, и нажимаете вот эту кнопку. Также во встроенном редакторе появилась возможность делать текст списками. Выделяем текст, и выбираем здесь, какой нужен список, нумерованный или маркированный. Единственное, что у нас позиционирование по центру выставлено на уровне вот этих стилей, поэтому вот номера списков здесь у нас оказались. Если мы выставим вот так, то все будет нормально. Встроенное редактирование работает практически со всеми виджетами. Ну, по крайней мере, на этапе тестирования у меня почти везде получилось отредактировать текст. И даже на кнопки. Нажимаем сюда, и начинаем редактировать. Эта кнопка вот таким вот образом. Стало проще. Почему? Потому что, допустим, вы находитесь на вкладочке стилей, редактируете стили, и тут вам понадобилось резко изменить текст. Вы поменяли текст. Эта кнопка там раз, два, три, и все равно остались на вкладочке стилей. Очень удобно. Что еще можно делать с этими штуками? Ну, во-первых, делать вот так. Частично заголовки делать наклонным шрифтом, частично обычным, и частично жирным. И получаются вот такие вот интересные эффекты. Теги добавляются автоматически. Как я добавил вот этот цвет? Цвет, к сожалению, пока два, там, три в один заголовок, в один элемент добавить нельзя, но можно с помощью CSS стилей, если вы их знаете. Заодно покажу, как изменился вот этот вот CSS редактор. Это будет понятно больше разработчикам. Смотрите, если я начну вводить фразу background, у нас появились подсказки. Очень удобно. Background, например, я выбираю color, и мне не надо писать много. Мне останется написать только код цвета, и вот он у меня появился, фон. Что я сделал? Я написал вот selector, то есть для вот этого блока. Если в блоке есть тег i, а тег i у нас получился из-за того, что мы сделали его наклонным. То есть, заключая текст в этот тег, вот так, у нас текст получается наклонным. И, соответственно, заключая текст в тег b, мы получаем жирный шрифт. И таким образом в Elementor Pro уже в дополнительных стилях можно управлять дополнительными цветами этого заголовка. Все на самом деле просто. Здесь простые английские слова, ничего сложного в CSS такого вот нет. Вы смело можете, как у меня написано, использовать, и у вас будет такой же эффект. Более того, что еще появилось здесь в редакторе? Теперь, когда мы печатаем перенос строки, вот видите, я набираю, калямаляки, конечно, но строка переносится. Теперь не нужно вот так вот двигать это окно для лучшего удобства редактирования. Теперь есть перенос строки, и это делать не нужно. Ну что, друзья, вот такие вот обновления обычного Elementor и Elementor Pro. Обновляйтесь до версии 1.8, тестируйте, пишите в комментариях, если что-то не так, я соберу ваши отзывы и отправлю их разработчикам Elementor, чтобы они могли что-то подправить. Также напишите ваше мнение об этом обновлении, что вы думаете об этом, нравится ли вам. Я думаю, что это только начало, и мой любимый конструктор страниц будет дальше развиваться. Ставьте лайк, если видео понравилось, да и просто, чтобы поддержать канал. Ждите новых видео, хорошего дня!